Рабочая неделя в администрации района началось проведение расширенного планерного совещания под председательством главы района Заура Хамирзова. В заседании приняли участие председатель Комитета по делам национальности, связи с отечественниками и средств массовой информации Аскер Шхалахов, директор филиала Кубань-Энерго, Адыгейские электрические сети Юрий Хамиченко, главный редактор республиканских газет Адыгамах и Советская Адыгея, директор филиала Почта России Антонина Полохина. Первый вопрос повестки дня был посвящен подписке на районные и республиканские газеты на второе полгодие текущего года. По данной тематике выступил председатель Комитета по делам национальности, связи с отечественниками и средств массовой информации Аскер Шхалахов. Напоминаем, что есть такие газеты, как Советская Адыгея, Драма, Ашхамовские вести, только касается конкретно сегодняшней нашей поездки к вам. Я хотел бы попросить в первую очередь главы поселения, делководителей, управлений, отделов, чтобы работу эту провели, не хуже, чем в первом полугодии. Хотелось бы таким образом, чтобы во втором полугодии почему бы немного хотелось бы приехать и с вами переговорить, потому что все-таки в сентябре у нас будут выборы парламента, главы республики. Надо населению доносить то, что делается в республике, в районе, какие социальные задачи выполняются, какие экономические вопросы выполняются. И каждый раз, когда говорят, что газеты не очень решают эти вопросы, решают только сегодня другие издания, электронные, или даже скажут так, что все в сентябре сидят. Но я хочу вам сказать, что есть еще одно поколение людей, которые должны переворачивать эти страницы. Обращаясь к главам поселений, руководителям структурных подразделений администрации района, Заур Хамирзов отметил, что план подписки доведен до каждого, и его следует исполнить до установленного срока. Далее слово предоставили директору филиала Почта России Антонине Палухиной. Подписка идет сложно, практически так же, как и на первое полугодие 2018 года, так и на второе полугодие. Но отрадно отметить, что есть небольшой прирост, если брать по нашим республиканским газетам, и по районам, в частности, вашей газеты, то есть прирост небольшой, где-то процентов 5 в тиражах. Перед нами стоит план, точно так же, как и перед республиканскими газетами, но у нас еще в целом мы должны выполнять план по всем изданиям, по центральному, по краевым и так далее. Стоит план и по тиражам, и по доходам. Сложно идет, наши начальники отделения серии всячески стараются привлечь население, и почтальонно работают, до каждого доведен план и так далее. После доклада директору филиала Почта России были заданы вопросы главами поселений. Затем участники совещания перешли к рассмотрению второго вопроса, который носил серьезный характер. Вопрос касался потери электроэнергии, поступающей в район. Директор филиала Кубань Энерго, Адыгейские электрические сети Юрий Хомиченко в начале своего выступления поздравил всех присутствующих с прошедшим праздником Днем России. С учетом нашей республики, да, мы находимся на первом месте, да, на первом регионе, но из 56 РЭСов, которые находятся в подчинении Кубань Энерго, в том числе и наш филиал подчиняется основному, Кубань Энерго, мы занимаем самые крайние позиции. Самые крайние позиции, наши РЭСы, республиканские, занимают все последние строчки. Это связано с хищением электроэнергии. Увы, это печально, но статистика есть статистика. Наша сетевая компания является транспортировщиком электрической энергии. Наша компания с этого получает прибыль, с этой прибыли мы оснащаем наши сети, меняем, увеличим мощности для развития как Республики Адыгеи, так и Краснодарского края, потому что без развития, да, без инвесторов, которые будут заходить в нашу республику, развития дальнейшего просто невозможно и не будет. И вот одна из проблем, это стояло и на уровне главы республики, Мурат Крыльбеевич лично проводил совещание. Это уличное освещение. Уличное освещение – одна из тем, которые, знаете, вот, остров. Один из районов в год приносит потерь до 4 миллионов рублей, чтобы понимали. Один из районов. Это очень много. Заместители Юрия Хомиченко прокомментировали техническую сторону этого вопроса. На сегодняшний день сетевая компания «Бегейские сети» начали с 2016 года новые технологии по установке, модернизации приборов учета. Начали мы их в Шаргеновском районе. Для информации, для справки, мы в 9 населенных пунктах установили систему учета современной, после которой все наши сверхноформативные потери полностью ушли. То есть раньше все думали, что где-то там старые провода, скрутки. Да, это тоже приемлемо, но на сегодняшний день, после того, как полностью всю систему мы заводим в автоматизированную систему, устанавливаем прибор учета на границе раздела, исключаем доступ к приборам учета, тем самым все сверхноформативные потери, то есть коммерческие, они полностью у нас ликвидированы. Вот эти цифры у нас все есть. С 2017 года мы зашли в район Кашихабрский и также практически уже закончили часть населенных пунктов, это ЕГВХ, Кашихабр, на Ту-Барху. На сегодняшний день у нас еще остается не до конца регулирован вопрос в части уличного освещения. Основной и главным вопросом повестки дня стала тема перехода на национальный платежный инструмент в национальную платежную карту МИР. Подробно об этом рассказал начальник управления финансов Аслан Дагужев. Он также подчеркнул, что до 1 сентября 2017 года около полутора тысяч человек должны перейти на данную платежную систему. По этому вопросу также выступила представитель Россельхозбанка Зарей Мочиниб. Я хочу сказать, что задачи по переводу работников бюджетной сферы на карты МИР серьезные и многоплановые. Банки также корректировали свои планы, чтобы синхронизировать эту работу совместно с вами. Что касается, вот я тут слышала, много вопросов было задано. Что касается платежной системы МИР, если можно, я чуть вкратце вам расскажу. Эта система будет котироваться наравне платежных систем Мастеркард и ВИЗа. Мы все знаем, что ВИЗа это американская система, это денежная система, платежная система. Мастеркард это европейская. Но, к сожалению, ввиду того, что были санкции со стороны западных государств, и чтобы обезопасить нас с вами, и не было никакого финансового коллапса, если вдруг эти системы откажутся обслуживать наши карты на территории России, было принято решение и о создании нашей национальной системы МИР. Данная система работает с 2014 года. Банки, которые уже работают в этой системе, уполномочены порядка 300 банков уже. На территории Республики Адыгея практически все банки работают с этой национальной платежной системой. В частности, мы уже пенсионерам выдаем карты МИР, и они уже свои пенсии получают и зачисляются на эти карты. В будущем планируется проведение по-бэджинговых соглашений. Это будут заключены соглашения с мастер-карты, с виза-карт, и эти карты будут ходить по Европе, в Америке, в другим странам, то есть они будут наравне использоваться за рубежом, как и мастер-карт, как и виза-карт. Поэтому никаких опасений с вашей стороны не должно быть по поводу этих карт. Карты очень красивые, дизайн этих карт красивый, поэтому по выпуску карт никаких проблем, и никаких проблем с обслуживанием данной карты не должно быть и не будет. В завершении совещания выступил начальник управления физической культуры и спорта района Заур Туко. Он рассказал о мерах по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». «Нам надо активизировать действия по регистрации граждан в системе ГТО на российском сайте», отметил Заур Туко, обращаясь к присутствующим. На этом все вопросы повестки дня были исчерпаны.